Итак, мы продолжаем читать сейчас, изучать книгу «Пути праведников». И глава конкретно, в которой мы находимся, она у нас называется «Молчание». Поэтому мы будем молчать. Как мы можем изучать молчание с разговором? Только молчать. Значит, «Врата молчания». И в принципе, изначально говорит нам царь, не царь Самон, тот, кто создал эту книгу, который скрыл свое имя, мы не можем, даже не знаем, кто это, Он говорит, в принципе, молчание – это очень хорошее качество. И изначально это качество хорошее. Хотя, вот тут очень интересная вещь такая, да, что глобально-то, глобально, человека делают слова. Человек – это душа говорящая, как написано в начале книги Берешит, что «И создал Бог человека душу говорящую». Представляете? И если мы возьмем главное качество в человеке, в каждом из нас, это качество, которое определяет все в жизни человека, это то, как мы себе, как мы разговариваем с собой. Это первый, самый главный диалог, который есть у человека, это то, что он говорит себе, внутри головы, о себе, о жизни, о мире, вот этот вот бесконечный комментарий в голове, который мы даем, называя вещи, смотря на них и так далее. Второй вид разговора – это разговор друг с другом. То есть люди созданы, все достижения в мире, все наши достижения, они вообще человечество или каждого из нас, они созданы в разговоре с кем-то. То есть если бы родители не могли договориться друг с другом, нас бы с вами не было. Дальше. Если бы не могли договориться мы со своими, там, какими-то партнерами, с людьми, не было бы в нашей жизни ничего. Работа, преподаватели и так далее, все идет через разговор. И третье, то, что мы сейчас с вами изучаем, мы сейчас с вами изучаем третий тип разговора, это самый важный, можно сказать, тип разговора, это тип разговора человека с Богом. То есть когда человек молится или благодарит Всевышнего, он вступает в диалог с Богом. Этот диалог у большинства людей, он неосознанный, но мы сейчас учимся, как осознавать то, что ты говоришь, делаешь. И вот, значит, сегодня мы изучаем врата молчания. Вчера мы начали эту главу, сегодня мы дошли до места, до следующего. Было у одного царя несколько советников, и один был самый умный. Такую метафору приводит автор этой книги. И говорит он, этот самый мудрый, он в основном сидел и молчал. Его спросил царь этот, а почему ты молчишь? Тот говорит, я думаю, что слова делятся на четыре категории. Значит, первая категория полностью вредная. Это когда люди ругают друг друга и сквернословят. Ругать, почему это полностью вредная категория? Давайте подумаем, и сквернословить. Потому что, если слова имеют силу, да, если просто предположить, что слова имеют силу, то любые негативные высказывания, они тоже имеют силу. И если они произнесены вслух, то они тогда кого-то ранят. Ну, естественно, что в этом мире каждый, кого слова ранят, он испытывает боль, хочет защищаться, все возвращается. То есть слова негативные, которые уже вышли в мир, они, значит, имеют отдачу, скажем так. А если они не произнесены, а человек их произносит про себя, так это еще хуже. Тогда, получается, он как бы этот яд, он пьет сам. То есть он то, что он хочет негативное сказать другим, но он это не говорит, то он сам напитывается этим ядом. И я вот сколько наблюдал людей, которые негативно относятся к другим людям, к жизни, вот эти все пессимисты, скептики, они ужасно живут, им плохо. То есть они реально все время в этом яде, они в нем, в этой ложке дегтя, они купаются просто. Они обмазывают вообще себя. А если они вслух говорят, так они все вокруг обмазывают. Это, конечно, не очень хорошо. И он говорит, этот мудрец. Первая категория слов, когда люди ругают и сквернословят, она полностью вредная. Вторая категория слов, это, с одной стороны, не содержит вред, с другой – пользу. Это когда человек хвалит другого, чтобы получить от него пользу. Комплименты. Вот человек хвалит другого, тому приятно, ему приятно, значит, все хорошее возвращается, он, значит, чувствует благодарность, вы сделали людям добро. Это польза. Польза очевидная от добрых, хороших слов. В чем она плохая? Он здесь не приводит, автор, но есть такой, в притчах царя Соломона, есть, говорил царь Соломон такую вещь, что нехорошо давать грешнику кого-то почет, потому что он от этого, он еще сильнее начинает грешить. То есть, если, например, человек хвалит какого-то грешника, ему говорит, ты, значит, такой молодец, красавчик вообще, даже не за грех, он его как бы усиливает. То есть, даже наедине, может быть, от похвалы, может быть, какая-то вред. Значит, третья – не приносит ни вреда, ни пользы. К примеру, пустые слова и рассуждения о том, как построена такая-то стена и сколько на нее потратили, или байте о царях и вельможах. Значит, а вы знаете, что Киркоров купил машину? А машина эта красного цвета и у нее двигатель 2,5 литра на бензине. А бензин, знаете, из чего делается? Из нефти. А нефть где находится? В земле. То есть, он говорит, что такие разговоры, они не приносят ни вреда, ни пользы. То есть, рассуждения о том, как построена стена или там байте о ком-то, да? Ни вреда, ни пользы. Просто время потеряно. Слова четвертой категории полностью полезны. Давайте-ка узнаем, что за полезные слова. Это рассуждения об учении и слова о том, от чего зависит человеческая жизнь. То есть, то, что мы сейчас изучаем о словах, как это работает, какая речь, что Бог от нас хочет, как молиться, как учиться и так далее, это сплошная польза, потому что, потому что мы занимаемся чем? Улучшением жизни. И мы изучаем слово Всевышнего. То есть, это мудрец так ответил царю и замолчал опять. То есть, он получается, с царем поговорил, четвертая категория слов, он ему рассказал, от чего зависит человеческая жизнь и порассуждал об учении и замолчал. Дальше он приводит автор книги. Он говорит, есть другое деление. Он говорит, есть мудрецы Торы, которые делят слова на пять категории. Первая категория слов это заповедь. Их, наоборот, заповеданно говорить, их нужно говорить. Это огромная польза от произнесения вот этих слов. Вторая, чего следует остерегаться. Третья, слова отвратительные. Четвертая, слова о любимом. И пятое, слова о дозволенном. Заповедь следует об учении и о том, как служить Всевышнему. Это заповедь. То есть, если ты говоришь о том, вот смотрите, тут очень интересно. Я недавно думал, все люди, вот все до единого люди, они стремятся все к одному и тому же. Все мы хотим, чтобы было на душе хорошо и чтобы было, что значит на душе хорошо? И это хорошо можно расшифровать у каждого свое. Чтобы было интересно, чтобы было приятно, чтобы не было негатива, чтобы не было страха, тревоги, вины, боли. То есть, все люди стремятся, чтобы было на душе хорошо и каждому для этого нужны какие-то критерии. Эти критерии устанавливаются словами. То есть, один говорит, мне, чтобы было хорошо, надо 5 миллионов долларов, 21 градус. Я помню, как-то мы были в одном месте и там жена Равина, она подходит к, там, ну, очень такой прямо Равин, он дико влиятельный, дико известный, дико богатый. Ну, то есть, он прямо реально по жизни он очень-очень успешный, прямо вот по всем показателям, какие только можно представить. Но он прямо такой, вот он все делает, прямо машина такая. Его жена подходит в помещение, было там прохладно, и она подходит к одному, который там был работник, и говорит, вы знаете, прохладно, поднимите температуру в комнате. А он говорит, нет, говорит, Равин сказал, что должно быть 21,5 градус в помещении. Все, у нас будет 21,5. Теперь получается, что вот этот вот Равин, он действительно, 21,5, самая комфортная температура. Значит, получается, уже 21, уже некомфортно, 22, уже некомфортно. То есть, для того, чтобы удерживать вот эту вот систему, жесткую правил, это называется педант, да, и в Талмуде написано, жизнь педанта, не жизнь, потому что, если у него есть множество вот таких вот правил, которые нужно удерживать силой, то очень много на это уходит сил, и в итоге, в итоге система может разрушиться. Человек, который установил множество правил, он все время должен думать о том, чтобы эти все правила соблюдались. И мозг человека, мозг человека, он так устроен, он не может молчать, он все время работает, 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 и все правила, все цели, все принципы, все ожидания, все, что вся вот эта информационная система, в которой человек живет, она составлена его словами. Что нам предлагает Тора, да, вот первое вид слов, заповедь. Когда человек, он отказывается от своего эго, от своей личной, индивидуальной системы ожиданий, которая возникла непонятно откуда и как, и он изучает слово Всевышнего, он изучает волю Всевышнего, он изучает, что Бог сказал, как правильно делать, и он это именно изучает, потому что есть слова мудрецов, есть разборы, есть углубления, есть книга Мишна Брура, например, да, это прояснение заповедей, там на каждую, на каждую, значит, заповедь Шухоноруха написаны страницы текста, чтобы он учитывать все мнения, которые были. И человек, который хочет занять свою голову именно только словами, заповедями, да, воля Всевышнего, и мы с чем заниматься, он изучает Тору. Теперь вот есть разные люди, которые используют негативные слова, они думают, что зачем мне изучать Тору, зачем мне говорить что-то хорошее, я буду говорить гадости. Сразу же мир отвечает на каждое слово, на каждую мысль мир отвечает соответствующим ответом. Поэтому человек, который негативный, он получает сразу же негативный ответ. Бывает он не сразу получает негативный ответ Он делает, делает, делает Накапливается накопительным эффектом Негативный ответ Потом бах и нет у человека Это если сразу ответ на вопрос Почему есть люди которые Они ведут себя неправильно И вроде бы у них как бы все нормально Подождите Подождите до поры до времени И самолеты падают неожиданно И значит вдруг Коронавирус настигает Или какая то другая ситуация То есть зло не бывает Ненаказанным Обязательно бывает отложенное наказание Бывает наказание Которое мы не видим например То есть человек он внешне выглядит Например он делает зло И вроде у него все нормально Но это вроде Никто же ему в душу не заходит Может быть у него такие по ночам панические атаки Что он ночью просто воет на луну И бьется головой об стену А днем выглядит как будто бы у него все нормально У меня есть например клиенты Которые внешне выглядят невероятно успешными людьми Которые находятся на таких антидепрессантах Что просто у них голова рассыпается уже от этого Но внешне посмотришь Вообще вроде совершенно абсолютно успешный Счастливый улыбающийся Все А внутри боль такая что Ну не дай бог Значит первое Первый вид слов это слова заповеди Да То есть это слова которые связаны со служением Всевышнему Вторая Это слова чего следует остерегаться Чего следует остерегаться Лжесвидетельство Сквернословие и сплетен Этого следует очень остерегаться Когда вы у себя в голове Обнаруживаете какие-то негативные слова Направленные у некоторых людей на себя Некоторые люди так себя ругают У них сквернословие на себя Матом С собой разговаривают только матом Да Ну не только Иногда там бывает не матом Но ругают себя очень сильно Это тоже сквернословие называется Сплетни Когда ты передаешь что-то негативное Про других людей Этого следует остерегаться Есть слова Пишет он Третий вид слов Это Отвратительные слова Что это за отвратительные слова Он пишет Отвратительные это Нет там преступления Но нету и пользы Просто какие-то там Какие-то байки жизни царей Значит Что уже произошло Какие-то мерсти и дела Да Такие просто Ну пустые Теперь Есть слова Которые четвертая категория Любимые О любимом он пишет Это называется Очень странное название Это слова Которые хвалят добрые дела И порицают дурные Когда рассказывают о праведниках Рассказывают о всяких людях Таких Вот Интересно Сегодня Йорксаджи Годовщина смерти Ухода из этого мира Прям не говорят А говорят Ушел из этого мира Любавического Рэба И вот значит Любавический Рэба Ушел из этого мира Есть столько историй Про него Которые Когда мы рассказываем Истории про праведников То Просто удивительно Такие есть истории Например Я сейчас вдруг Вспомнил историю Как был один человек Очень богатый Успешный человек У которого Все было прекрасно Но вдруг Вот дочка Перестала ходить У нее начали отниматься ноги И врачи Все Никак они не могли Значит ничего Понять Что с ней происходит И он начал Когда Год она не ходит Уже Да И все Ситуация ухудшается И он Уже не знал Что делать Он пришел К Равину Местному Да Это был Хаббатский Равин Он был нерелигиозный Этот человек Еврей И он пришел К нему Говорит Так и так Вот у меня Вот В такие Такие ситуации Тот говорит Давай Рэбе Напишем письмо Спросим Что Рэбе Посоветует Написали письмо Рэбе Рэбе Тогда еще был жив И он отвечает Что В доме Должны быть Мезузы И повесили Мезузы И она Начала ходить Мезуза Это на дверях Вот эта вот Молитва Которая Да Защищает дом Как начал А почему Ну в общем Я вот такую историю читал Рэбе Очень часто советовал Если у человека Которые уже висят Мезузы У него какие-то Проблемы со здоровьем Проверить Потому что мог там Текст быть Неправильно написан Мог испортиться И так далее Там внутри Такой пергамент Свиток с молитвой Это нужно покупать Только у кошерного Человека Который Писал имя Всевышнего Окунался в миг Ну то есть там Это целая-целая Такая очень история Это слова Он называет их О любимом Значит О О том О правильниках Да Теперь дальше И последняя категория Дозволенная Это деловые разговоры Ради заработка Вопросы одежды Еды Питья и прочих Нужных То есть есть дозволенная категория Когда мы Говорим о том Что нам действительно Нужно Правильно Полезно И так далее Это дозволенное Все Еще одно деление нам дали Ну а дальше Сам человек Он начинает выбирать О чем ему говорить О чем не говорить Не говорить И здесь как раз Наступает такой момент Как осознанность Осознанность Когда человек Начинает Наблюдать Наблюдать За тем Как слова Возникают У него в голове И это совершенно Переход на новый Уровень мышления Потому что Когда человек Вдруг осознает В какой-то момент Что слова У него в голове Они сами по себе А он сам по себе И не может Человек остановить Слова в своей голове Он пытается Остановить мышление Остановить слова Буквально Хотя бы на Две минуты Невозможно Они всплывают Ты говоришь Стоп Не думай А уже ты думаешь И не можешь Просто замолчать Молчания нет Обязательно Что-то всплывет В голове Значит С этим мы разобрались И теперь Говорит здесь Так как у нас Глава начинается Молчание То Дальше Врата молчания Здесь говорится так Что больших стараний Требует необходимость Молчать в синагоге Удерживаться от разговоров Даже обучение Во время молитвы И Значит Находясь среди мудрецов Следует молчать И слушать их слова Потому что Когда человек молчит Он слышит То чего не знал А когда говорит Знание у него Не прибавляется Если ему что-то Непонятно То нужно спросить Нужно спросить Как Есть В Пертьевоте Есть такая мечта Что Кабдан это тот Кто педант Он не может быть Учителем Потому что Он будет все время Нервничать Да А Бело Абаяшан Ломет А тот Кто стесняется Он не выучит Никогда Потому что Он постесняется Задать вопрос Поэтому Во время обучения Нужно Или молчать Или задавать вопросы И Почему Когда ты молчишь Или задаешь вопросы То тогда У тебя добавляется Ты можешь Что-то выучить И понять Когда ты говоришь Ты уже выдаешь Только ту информацию Которая есть у тебя Хотя Хотя Опять же Здесь есть Очень интересный момент Один из мудрецов Есть такая мечта Он сказал так Что Очень многому Я научился У своих учителей То есть Он учителей Он впитывал информацию И есть Перте Вот много Мишнает на этот счет Что Сделай свой дом Домом собрания мудрецов И пылись в прахе Их ног И пей с жадностью Их слова Это когда ты Получаешь Вот источник У нас есть Там книга Эта И мы источник Этот Мы из него Принимаем С себя Новую информацию Потом ты ее принял Из себя Принял Дальше ее нужно Проговорить Продолжает этот мудрец Значит Многому я научился У своих учителей Еще большему У своих товарищей Потом нужно С тем-то это Обсудить Теперь Чтобы с товарищем Что-то обсуждать Нужно опять же Научиться молчать Самая большая Проблема в коммуникации Это Не слышать Другого И Об этом говорил Стивен Коин В своем Навыке Высокоэффективных людей Вначале понять А потом быть понятым И Царь Соломон Говорил в притчах Нам такую вещь Что Тот кто Тот кто говорит Перед тем Как выслушает Ему Значит Позор И Стыды Позор Стыды Позор То есть Кто-то Перебивает Тот кто не слушает Тот кто не может понять Он не может с товарищем Обсуждать что-то Потому что должно быть Обсуждение Ты послушал Услышал Дал ему высказаться Потом Он тебя услышал Это называется Обсуждение Да И сказал мудрец Я больше Я больше Я больше Чем От своих Учителей Я получил От своих Товарищей С тем я обсуждал Поэтому Тору учат Всегда в хеврутах Да Вот В ешивах Учат по два человека Садятся И с хеврутой Значит обсуждают Учат Теперь Но больше всего Сказал этот мудрец Я научился У своих учеников И тут Почему Он у учеников Как он мог у них научиться Ответ очень простой Когда Ученик задает вопрос Он тебя побуждает Если ты услышал Этот вопрос Если ты понял Этот вопрос Что ему непонятно Потому что Кабдан Педант Он на вопрос Он что скажет Значит Отвали Значит Слушай Что я тебе говорю И все Мудрец Ему задают вопрос Он думает Так Секундочку Вот Значит Получается Это непонятно Я объяснил Значит Что-то Может я сам Недопонимаю Или же То есть Он из этого вопроса Вопрос заставляет Его Еще раз Пересмотреть Свою подачу То как он понял Для того Чтобы изложить Это еще раз Ответить на этот вопрос Если ты не нашел Кого-нибудь Кто обучил бы тебя Как себя вести Держись в молчании Чтобы не сказать Глупость Что хочется Замолчать После того Как мы изучаем Про молчание Как известно Что тот Кто учит Для того Чтобы делать Ему с неба Помогают Выучить Обучать Понять И сделать Запомнить И сделать Поэтому молчание Конечно Лучше всего Изучать На пробу Давайте попробуем Сегодня сделать День День молчания День понимания То есть попробовать Попробовать больше Слышать Прямо Не слушать Даже А слышать Других людей День Когда вы Дадите Высказаться Всем Кто Находится Рядом С вами Близким Своим Да Им Очень Не хватает Того Чтобы Знаете Как Вот С детства Маленького Ребенка Обычно Его не Слышат Родители Да Они Все время Говорят Что делать Как Делать Ну То есть Все Делай И все Теперь У ребенка В разной Степени Конечно Выражается Вырабатывается Вот Эта Вот Модель Что Меня не Слышат Меня не Слышат Меня не Видят Я Один Вот Это Ощущение Одиночества Потом Ребенок Находит Себя Вторую Половину Взрослой Такой Становится Да И Вторая Половина Если Повезло То Она Слышит А Если Как Обычно То Тоже Не Слышит И Вот Потом Рождаются Дети И Родители Также Не Слышат Своих Детей Как Их Когда То Не Слышали И Вот У Вас Есть Шанс Именно С Помощью То Что Мы Сегодня Выучили Значит Прервать Эту Пагубную Цепочку И Научиться Слышать Окружающих И Я Вам Скажу Что Как Писал Дэл Карнеди Да В своей Книде Как Приобретать Друзей И оказывать Леонид На людей Приобретать Друзей Слушать Позволить Человеку Говорить О себе И Внимательно Его слушать И Если Умение Красиво Говорить Встречается Редко То Умение Слушать Так Пишет Дэл Карнеди Не Встречается Практически Никогда Поэтому Вы будете Если Вы научитесь Слушать То Вы будете Обладать Уникальным Даром Который Сделает Вас Незаменимым Другом Незаменимым Партнером Незаменимым Родителем Да Уникальным Родителем Который Слышит Своих Детей Все Всем Спасибо Прям Хочется Молчать До Завтра С Божьей Помощью Значит Завтра Встречаемся И Спасибо Всевышнему Да Всегда Можно Говорить Спасибо Всевышнему И Вот Этот Я Понимаю Диалог То Что Советуют Береславские Хасиды Уходить В поле И Говорить Со Всевышним Вслух Да В поле В лесу Это Тоже Интересная Веча Потому Что У Человека Столько Невысказанного То есть Обычно Человека Никто Не Слушает И Вот Эта Возможность Чтобы Тебя Услышал Всевышний Она Тоже Очень Оказывает Невероятную Связь То есть Когда Кто-то Вас Выслушивает У вас Возникает С ним Связь Когда Вы 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 Слушиваете То Тогда У вас Возникает С Человеком Связь А Когда Вы Вы Высказываете Всевышнему Он Вас Слышит Он Вас Слышит Всегда Просто Нужно Самому Прочувствовать Этот Момент Что Он Вас Слышит То Это Усиливает Связь Со Всевышним Все До Завтра До Завтра Счастливо Спасибо Что Приходите На Уроке До Завтра